Дорогие друзья, давайте обратим внимание на такую деталь. В семье Авраама знали, что должно быть 12 колен рождено. Потому что в конце главы Хаейсара написано про Ишмаэля, что 12 колен их племен. И становится ясно, что если со стороны противоположной святости есть 12 князей, то со стороны другой должно быть со стороны святости тоже 12. Но ни Авраам, ни Ицхак не удостоились стать прародителями, только Яков. А по какой причине это произошло? Ну в первую очередь потому, что великая доброта Авраама, на ней мир не продержится. Великая гвура, сила внутренняя Ицхака, это все замечательно, но на этом мир не продержится. А вот Тиферет, средняя линия Якова, дала возможность произвести от него 12 колен и показать всем, что всегда надо искать среднюю линию. Всегда, как только человек считает, что надо жестко что-то там упереться, возникают проблемы. Что символизирует вообще цифра 12? Любавический Рэбе говорит, что 12 колен соответствуют 12 месяцам еврейского календаря. Риуэн, это Ниссан, Шимон и Яр и так далее, до Бениамина, которому соответствует какой месяц? Адар. Возможно, в этом кроется причина того, почему люди разные праздники любят. Один любит Пейсах, один Хануку, один еще что-нибудь. Я вот очень люблю Суккот и Хануку по двум причинам. Во-первых, очень радостные праздники, а во-вторых, они длятся долго. Они длятся самые большие праздники. И наш месяцкий слев, говорят мудрецы, что может дать каждому заряд жизненной энергии на целый год. Праздник Хануку у нас великий. Надо уметь получать удовольствие от этого праздника. И он обязательно принесет браху нашу жизнь. Так что надо уже готовиться к получению вот этой радости в Хануку. Все просто. Написали мудрецы. Научись Хануку радоваться и получишь, что выиграешь джекпот. Казалось бы, что может быть легче. А ну вы попробуйте. Вот сейчас пока тренируетесь, не кусочками, не взрывом смеха, а так подряд 8 дней. Зачем? Попробуйте сегодня, например, продержать улыбку на своем лице целый день. Без перерыва. С хорошими намерениями. Не так, как, знаете, злого жабзуга. А вот получая удовольствие от мира, радуясь миру. Вы попробуйте и увидите, что мы просто этого не умеем. А ведь основную награду, говорят мудрецы, человек получает не за исполнение заповедей, а за радость, которую он исполняет заповедь. Саму заповедь позволяет сделать человеку Всевышний. Как и с материальной, так и с духовной точки зрения. А вот радость, стремление осуществить ее в радости, этот человек дает от себя. И во многих книгах написано, что основная награда дается именно за радость исполнения заповедей. История, возвращаемся к главе. Главе. История встречи вообще Якова с Исавом, это небольшая притча нашей жизни вообще всех. Перед каждым из нас стоит какой-то Исав, чтобы помешать нам продвинуться в духовном плане. Смотрите, мы начали Новый год окрыленными, после Рошашана, с большими планами. Но жизнь в мире делает свое дело. Мы дышим материальными, едим материальными, пьем материальными и сами становимся материальными. Из красивого выражения, подводящего итог жизни человека. Мы теряем важное из-за срочного. Подумайте, что сказали мудрецы. Мы теряем важное из-за срочного. Необходимо прибыльно закрыть как-то месяц, как-то выжить, в чем-то преуспеть, сбегать в магазин. Понемногу гаснет огонь вот этот, после Рошашановского энтузиазма. И так проходит еще один год. В книге «Обязанности сердца» написано, что чем больше устраивается материальный мир, тем больше разрушения происходит в мире духа. Они взаимосвязаны. Когда человек уделяет главное внимание интересам этого мира, для него всю меньшую ценность представляют духовные постижения для достижения иного мира. И когда он теряет духовные ценности, возрастает что значение материальных вещей. Так описан наш мир. И человек таким образом попадает куда? В заколдованный круг. Он не может с этого вырваться. Он все время как белка в колесе, крутится, 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 не дав себе остановиться, не дав себе подумать, не дав себе глянуть на мир реальными глазами. Но этот месяц называется чем? Месяцем чудеса. Кислеев, Ханукан. В нем возможность абсолютно есть все. Все может быть. Даже то, что невозможно. Надо работать и верить. Расскажу короткую мазь. Однажды Равин рассказывал группе людей о Боге, о жизни. И свой закончил рассказ он словами «В конце концов все будет хорошо». Встал один, говорит, Ребе, а если все же не будет все хорошо? Ребе улыбнулся и говорит, а если пока не хорошо, значит ты просто еще не дошел до конца. В конце все будет хорошо. Брахавецлаха.